Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Спас пожарный извещатель. Как живыми из огня вышли отец и сын. Два ДТП за два дня. Как начались школьные каникулы. Почти тысячи литров в районе задержали машину с нелегальным алкоголем. Мы начинаем. Старт каникул и сразу ЧП. Вечером 1 ноября в Бобруйске МАЗ сбил школьника. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В результате ДТП ребенку причинить телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. По факту ДТП приводится проверка. За рулем МАЗа был 57-летний бобруйчанин. По факту ДТП проводится проверка. Спустя сутки, но уже на Батова под колеса Фольксвагена попала 28-летняя жительница, которая переходила проезжую часть по линии тротуара. Представитель немецкого автоконцерна в этот момент поворачивал на дворовую территорию. Однако водитель сразу покинул место ДТП, но был оперативно задержан сотрудниками ГАИ. Прав управления машиной у него не было. Ранее он был их лишен за нетрезвую езду. Женщину уже с травмами госпитализировали. К слову, по 10 ноября госавтоинспекция проводит мероприятие, направленное на выявление авто без техосмотра. 30 октября на одной из строя города погиб рабочий. По информации следствия, днем во время ремонта здания с высоты 7 метров упал 61-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Следователи совместно с представителями Государственного комитета судебных экспертиз и инспекции труда провели осмотр места происшествия. Изъята документация по технике безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». 30 октября около 7 вечера в соцсетях начали всплывать фото сразу 10 пожарных расчетов на 50 лет в ЛКСМ. Люди недоумевали, что случилось, что горит. Оказалось, огонь застал врасплох жителей блока на 9 этаже общежития. Мужчина 88-го года рождения находился дома с трехлетним сыном. В этот момент люди спали. Пожар возник в одной из комнат общежития. Благодаря сработке автономного пожарного извещателя и хозяин, и его несовершеннолетний ребенок могли вовремя покинуть задымленное помещение и тем самым спастись и предупредить остальных людей о возникшем пожаре. На пульт спасателей сосед горящей комнаты позвонил в 7 вечера. А уже спустя меньше 20 минут пожар был ликвидирован полностью. Автономный пожарный извещатель может действительно спасти вашу жизнь в случае задымления. 31 октября в садовом товариществе «Березка» возле деревни Бибковщина загорелся дачный домик. По прибытии к месту ЧП происходило открытое горение здания. Со слов соседей, хозяин постоянно проживает в Бобруйске. Характеризуется положительно. На учете не состоит. В результате данного пожара дачный домик сгорел полностью. Этому способствовало позднее обнаружение данного пожара, так как на момент самого возникнения пожара хозяин дома не находился. В результате пожара домик уничтожен полностью. Также повреждены обшивки рядом стоящих жилищ. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно проводится проверка. Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями совместно с ГАИ Кировского РОВД в Кировском районе была задержана «Хонда» под управлением 58-летнего жителя Бобруйского района. Мужчина перевозил 500 литров спиртосодержащей продукции без акцизных марок. В этот же день в доме его знакомого в одной из деревень Кировского района было обнаружено еще 370 литров. В результате спиртосодержащая жидкость расфасована в 174 канистры, изъятая и направлена на экспертизу. По факту проводится проверка. Это была «Сирена», но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Ариянс. Увидимся через неделю. Продолжение следует...